Здравствуй, наш дорогой, уважаемый зритель! Знаете, мы долго думали, показать ли вам сегодняшний выпуск или нет, потому что это пилот, пилотная серия, которую мы снимали в декабре того года. Решили показать, потому что, на наш взгляд, он получился очень веселым и искренним. В общем, смотрите, там есть только один нюанс. Дело в том, что, когда мы его снимали, на тот момент защитник Columbus Blue Jackets, на сегодняшний день, Влад Гавриков, играл тогда еще за питерский СКА. А все остальное в целом... Смотрите, пилотный выпуск Ярушин Хоккей Шоу. Прямо сейчас Юлия Франц и Владислав Гавриков. Здравствуйте, я Стас Ярушин. Я люблю хоккей, потому что я из Челябинска. Я обожаю хоккей. Я обожаю язык общения хоккеистов. И я сделал собственное хоккейное шоу. Добро пожаловать. Сегодня у меня в гостях воспитанник Ярославской школы хоккея, защитник команды СКА в Санкт-Петербург, олимпийский чемпион Владислав Гавриков. Да! Это золото! Привет! Привет, привет, привет. Привет! Я прекрасно, как сам? Все хорошо. Я знаю, что ты просто после матча сейчас к нам приехал. Спасибо тебе огромное. Давай тогда не будем медлить, как Сибирь с первой победой. Сразу придем к вопросам. Скажи, пожалуйста, что ты почувствовал, когда стал олимпийским чемпионом? Счастье, радость. Когда ты последний раз спускался в метро? Это было в Питере, думаю, около месяца назад. Ладно, едем дальше. Сколько у тебя зубов? Популярный вопрос. Больше 30. Сколько своих? Больше 30. А вот на этом серьезные вопросы закончились. Ты когда писаешь на снег, ты представляешь, что ты лазер? В следующий раз я об этом задумаюсь, я тебе обещаю. Я этот разговор вспомню. Мы с Владом решили срубиться. Влад из мира хоккея, я из мира юмора. Мы решили совместить эти две творческие составляющие и сыграть в ШХЛ. Шуточную хоккейную лигу. Откуда у СКА столько денег? СКА-пили. Молодцы какие. Все правильно? Молодцы. Что из такого у ДОЦУКА, чего никогда не будет у Гаврикова? Старый советский паспорт. Как определяется состав СКА на игру? Вытягиваются бумажки и шляпы. Дальше. Почему Амур не выходит в плывов? Почему? Мамку наказал. Что кричит жена Гаврикова с трибуна? ШУБУ! ШУБУ! Хорошо, что там не слышно. Да. Такой, конечно, невозмутимый. Ну а как по-другому? Почему Сибирь в начале сезона долго не выиграла, а потом начала побеждать? Игроки узнали, что тренер купил 23 презерватива. Зачем хоккеисты СКА надели бейджики? У них так много народу, что они друг друга запомнить не могут. Это правда и что. Что Назаров хочет подарить хоккеистам на Новый год? И что? Пиздюлей. Сейчас многие блогеры зовут к себе в гости известных людей, чтобы хайпануть, чтобы набрать себе кучу подписчиков и чтобы сделать свою передачу популярной. Мы, мы тоже так будем делать. Ну, я в отличие от Ярушина, актриса с большой буквы. Актриса Юлия Франц, встречайте! Привет! Влад, поскромнее, конечно. Влад, ну давай, сделай так, лучше сделай. Вот это шоу! Теперь мы, друзья. Это Юлия, это Влад, да, знакомьтесь, привет. Давно тебя не видел, очень рад. Очень давно, очень давно. Присаживайся, Юлия абсолютно ноль в хоккее, но лучше быть ноль в хоккее, чем иметь ноль в декольте. Юлия Франц, здравствуйте. Кто-то знает, что у меня там не ноль? Будум! Ползу. Об этом... Юля, а Влад играет в хоккейном клубе СКА. Как ты думаешь, как расшифровывается СКА? 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 СССР? Это три буквы. СКА, СКА, СССР? Супер, Крутой. Артем. А у нас теницы можно на вашем канале? Не всегда. Не всегда. А, нет, не всегда. А можно добавить в клубе? СКА! Я предлагаю руководству хоккейного клуба СКА пересмотреть название команды. Влад, теперь тогда ты скажи тебе вопрос, как расшифровывается Франц? Расшифруйте, пожалуйста. Я думаю, там не хватает ЦИЯ. Нет, хватает там все, что нужно хватает, давайте. Надо подумать. Франц, ЦИЯ. Нет. Все, не подходит. Все, все, уходим. Убегаем отсюда. Не перепишем? Так же можно было. Нет, не тебя переписывать. СКА мы перепишем, а Франц нет. Понимаешь? Я, в принципе, могу. Смотрите, ребята первый раз в жизни видят, как здорово, что они уже познакомились. Разговор состоялся. Мы уже прям познакомились сейчас. А Юля говорила, что она 0 в хоккее. Смотри, она уже вносит свои изменения в название команды. Юлика, скажи, пожалуйста, я понимаю, что я вас на площадке сериала «Универ» уже замучил своим хоккеем. Ты вообще была на хоккее? Ни разу вообще. Я тебе говорю, я ехала сейчас в такси, думал, как пишется хоккей. Хоккей? Я так и не поняла, как он пишется, понимаешь? Я пыталась посмотреть на кейси, но у меня интернет заглючил, извините. Но я готовилась, я пыталась посмотреть, понимаете? Поэтому нет, я ни разу была. Какие команды ты знаешь хоккейные? Трактор. По полям, по полям, синий трактор! У меня я просто нашла в деревне, там тоже был трактор. Поэтому я легко вспоминаю слово трактор. Такого до этого и говорит, в принципе. То есть, помимо трактора. Какие команды еще знаешь? Никаких. Никаких. Ну вот если подумать. Нет, на столько трактор. Только трактор. Скав, скав, новая команда. Я, кстати, скажу, скав, переводится как. Я, друзья, я, циска. Циска. А больше ничего и не надо. Ну, спартак, динамо, в Москве и трактор. Кстати, скав, переводится как спортивный клуб армии. Ну, не очень интересно, по сравнению с тем, что я придумывала. Понимаете? Каких игроков, каких хоккеистов ты знаешь? Влада. Так, раз. А ты тоже шайбу умеешь там забивать. Я не хоккеист, я не прощаюсь. Да, сантайм сбила. Скажи, скажи, пожалуйста. Скажи. Скажи, пожалуйста. Ну, это было прикольно, я тебе скажу. Да, да, сантайм сбила. Скажи, пожалуйста, Влад, еще. Все, кроме Влада сейчас, я не знаю. Так, мы выяснили, что ты ни разу не была на живом хоккее. Я ни разу не была, я не знаю, вообще ничего не знаю. Знаешь, чем играет хоккей? Мне кажется, что я вообще ни в чем не знаю ничего. Ну, чем играет в хоккей? Чем играет в хоккей, скажи мне? Какой-то палочкой играет. С шайбой, с шайбой. Из чего делает шайбу, ты знаешь? Подожди, шайба. А, шайба это та псушка. Да, клюки с псушкой. Шайба делается из плотного дерева. Хорошо. Да? Да, да. Шайба делается из плотного дерева. А теперь это дуб? Юля абсолютно права. Я следующий задам вопрос. Как переводится КХЛ? Ну, она не переводится. Молодец. Как расшифровывается НХЛ? В какой момент останавливается игра? Ну что? Друзья, поаплодируйте у нас в гостях Юля Франкс. Спасибо. Тоже олимпийская чемпионка. Да, да, да. Юля, что означает в хоккее слово на КХЛ? Кстати, неплохое слово я скажу. Вы точно про хоккей слышали? Узнаю. Друзья, мы играем в термины на производстве. Поехали. А чего вы смеетесь? Я не пойму термины производства. Что такое? Сейчас, я расскажу правила. Ладно, хорошо. У меня шорты просто мешают. Влад, я буду тебе задавать простые термины, сленги, выражения, которые относятся к кино, к театру, к искусству. Юля, я тебе буду задавать слова, термины, сленги, выражения из области хоккей. Давайте будем стараться угадывать. Кто больше угадает, то соответствует... Для аббрибатура ЦСКА, что это значит? Сейчас будет проще. Вот первый, допустим, вопрос. Юля, что такое офсайт? Офсайт? Да. Офсайт это вне игры. А едем дальше. Влад, что такое... Я телевизионный театр, но что такое раз фокус? Точно что-то с камерой, наверное. Да. У него простые вопросы все у Влада. У него простые вопросы все у Влада. Потому что ты на них знаешь. Это да, это действительно, это все связано с камерой. Это если для простых людей, если все... Нет резкости, нет резкости в камере. Юля, что такое забил с лопаты? Что? Что такое забил с лопаты? Мы сейчас про хоккеисты, что ли? Забил с лопатой, короче, он захерачил по полной программе. Куда надо? И это правильный ответ, правильно. На самом деле, это забил с неудобной руки. Все правильно. Да, вообще. Влад, что такое пилот? Перед сериалом первоначальная съемка, я так понимаю, как одна серия, пробная. Пробная серия. Черновик, да. Черновик, да. Это черновик какого-то телевизионного проекта. Едем дальше. Юля, что такое копать на пятачке? Копать на пятачке? Да. Мы точно про хоккей, если что. Слушай, подожди, копать на пятачке. Копать на пятачке. Ну, то есть, это, типа, знаешь, когда хкист. Это когда хкист, что-то, блядь, трется, трется, но он ничего не может сделать. Да! Ну, это же практически так. Я могу это тренеру передать. Да, ты можешь это тренеру передать. Влад, что такое в кино означает «шапка»? Меховая, меховая, меховая. Сто процентов, не которую зимой носить. «Шапка» — это когда по окончанию проекта все актеры скидываются деньгами в одну шапку. Нет, актеры никогда не скидываются деньгами. Ты что? Нынешние актеры, оказывается, уже не скидываются деньгами. Все за ним делают продюсеры уже. Но у нас это до сих пор означает «шапка». Юля, что такое «бей, беги, окружай ворота»? Что? «Бей, беги, окружай ворота»? «Бей, беги, окружай ворота»? Это означает, именно ты должен, как бы, не терять контроль и бежать, и окружать ворота, и забивать шайбу. Я думаю, там есть у нас команда без тренеров? Я думаю, если что, то пара ответов. Юля, можно какое-то? Да, скажи, пожалуйста, что такое в телевидении называется «восьмерка»? «Восьмерка», «восьмерка», «восьмерка». Как бесконечность, понимаешь, Влад? Много дублей, что ли? Нет, гугли нельзя. Это когда актеры сядут напротив друга, и у каждого... Много дублей, а не гуглей. А, гуглей? Дублей? Восьмерка, много дублей? Я вам скажу, что и в Sky еще замечательно шутят, ребята. Посмотрите, как в ритмах. Едем дальше. Юля, Юля, что означает «в хоккее слово напихал»? Ну, напихал. Кстати, неплохое слово, я скажу. Я знаю, что это значит, ребята, но не в хоккее. Хорошо. Влад, что в телевидении означает слово «напихал»? Я знаю, что это означает, но не в телевидении. В принципе, то же самое, да, что и в хоккее. Короче, мы все друг друга поможем. Юля, Юля, что означает «знара»? «Знара» — это означает, что все охренительно. Благодаря этому наша сборная стала олимпийским чемпионом. «Знара» — это так, можно ледовой площадкой называть, Олега Валерьевича «знарка». Я нифига не поняла. Ну, типа, игра в тело, что значит игра в тело? Корпус в корпус. Два человека. Назови позицию, пожалуйста. В позицию? Да. Покажите мне, как это «корпус в корпус» два человека. Влад, когда в кино разбивают тарелку? Когда начинают съемки. Откуда он знает это? Аплодисменты. Откуда? Что это такое? Юля, у какого игрока в команде есть блин? У какого что? Игрока в команде есть блин. Блин в команде у какого игрока? Есть. Ты понял, набор сейчас собрал какой-то? Это диссонанс консенсивный сейчас возник. У какого игрока в команде есть блин? Фамилию не называй. Не надо. Назови позицию, пожалуйста. Позицию? Что? Я думаю, что... Я думаю, у тех, кто выигрывает, у тех есть блин? Да. Блин есть у вратаря. Слева ловушка, справа блин. Назови позицию. Назови позицию, Стас. Всего лишь так. Варианты сузились на самом деле. Когда он сказал. Слушай, не говори мне про сузились. Не надо мне ничего. Мне вот эти слова не говорите. Влад, что на съемочной площадке делает хлопушка? Технический элемент какой-то, наверное, не знаю, что такое. Какой технический элемент? Как только не спрашивай. Какой технический элемент? Правильный ответ или нет? Нет, неправильный ответ. Неправильный ответ вообще. Просто какой технический элемент? Какой-то. Хлопушка — это не погоняло. Это не имя тренера. Это не позиция. Я не знаю, что это не в Новый Год, это не новогодняя «Хлопушка». «Хлопушка» — это тот человек, который называет номер сцены, серию… А, вот эта вот штука. Да, камера-мотор, поехали с Жойковой командой. «Хлопушка» — это сцена четвертая. Все логично, слушай. Несколько еще осталось вопросов. Юля, в кино хит — это крутой фильм. Что хит означает в хоккее? Может быть, гимн? Я не понимаю. В кино хит — это значит крутой фильм. Типа вышел фильм, о, это хит. Охренительная игра, нет? Типа хит, это вот это хит. Близко, но не там. Близко, чуть-чуть. Близко, но не там. Типа, когда это игрок, участвуй, вот чё, ты, 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 ты… Вот как защитник скажет, как защитник скажет, хит — это игра в тело. Жесткая игра в тело. Хит — это да, это игра в тело, удар. Ребят, вот вы сейчас объяснили, прикиньте. Я нифига не поняла. Ну типа, игра в тело, что значит игра в тело? Корпус, в корпус. Два человека. В корпус в корпус, два человека. Ахахахахаха – мы опять сузились! Мы опять сузились! Типа хит – это, нет, 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 нет. Корпус, корпус, два человека, что значит корпус в корпус. Смотрите. покажите мне как это корпус в корпус два человек я еду я нападающий я еду ты защитник просто я пытаюсь себя обыграть он едет на меня на я тоже как бы откажем из кадра не вываливались да вот я еду пытаюсь тебя выиграть и ты что делаешь оба и все игра в корпус играть ладно ладно ребята а помимо того что мы с вами популяризируем хоккей мы говорим о хоккее мы завербовали уже июлю не как могли до хоккейную нашу историю мы должны с вами еще привлечь людей на ледовой арены нашей необъятной родины и так ваша задача сейчас очень будет простая юля тебе нужно будет пригласить всех глядя вот в эту камеру нужно пригласить всех болельщиков на матч который пройдет в новосибирске сибирь против авангарда влад тебе надо позвать болельщиков на матч собственной команды ска против команды кунь лунь а точнее кунь лунь против ска потому что это будет происходить но надо это сделать не просто так не просто и приходите к нам не просто так все это это все так делают это банально я думаю что народ пойдет как раз после того как вы это сделаете глядя в камеру эротично и так или а франц приглашаю всех эротично на матч новосибирской сибири против овского авангарда поехали это было очень хорошо да давай юлька как в гоголе тибири вангар у вас до если тебе грустный одинок если ты очень соскупился если ты очень хочешь я обращаюсь к руководству хоккейного клуба сибирь кирилл валерьевич фастовский но после такой рекламы я думаю что юлию франц саму нужно пригласить на ваш на матч-матч кирилл валерьевич пожалуйста юлия франц должна обязательно а приехать к вам на арену и так влад гавриков приглашаю всех на матч своей команды кунь лунь ска санкт-петербург который состоится скоро в китай тебе грустно и одиноко этим декабрьским вечером приходи на матч кунь лунь ска мы растопим этот мы постараемся от кунь лунь кунь лунь а если этого не выйдет то тренер будет кунь лунь я думаю что после таких после таких после такого пиара люди обязательно пойдут на ледовую арену приходите любите хоккей и конечно болейте за свои команды на наши передачи каждый хоккеист кто приходит оставляет что-то после себя сегодня множество подарков именно от владислава влад что это за майка какой глупый вопрос это за предельно ясно майка с моей фамилии сборной россии мы разыграем ближайших сериях нашего выпуска также влад сегодня оставляет нам свою клюшку где написано владислав гавриков эту клюшку мы тоже разыграем среди наших читателей среди наших подписчиков я даже краги и опять же краги тоже игранные гавр написано гавр если вы не знаете гавриков это сокращенный гавр а также бонусом влад еще дарит квартиру свою в москве москве нету в москве нету поэтому обойдемся вот этими тремя очаровательными призами на прошлой передаче андрей василевский пришел со своими подарками это бейсболка и футболка ну а я разыгрываю эти призы и подарки среди наших подписчиков сегодня я поздравляю победителя андрея губина я надеюсь вы не певец андрей свяжитесь с нами пожалуйста вот по вот этому mail спасибо и давай так я мы тебя приглашаем на хоккей а влада мы пригласим тоже на хоккей потому что влад ни разу еще не был на хоккей спасибо вам огромное стриг я тебе желаю успехов от олимпийский чемпион влад гавриков влад я отбей как мы это любили юлька бей это по хоккейному знаю теперь мы обычно девушкам дарим в конце цветы на сегодня это будет хоккейная клюшка красивая хоккейная тоже ничего стас ярушин юля франц влад гавриков до новых встреч пока на сегодня это все давайте делать передачу вместе пишите в комментариях кого из российских хоккеистов и популярных артистов вы хотели бы видеть но а я уже кому надо звякла спасибо за внимание